Всех приветствую! Шульга Юрий Иванович, альтернативная медицина, школа Болотова, практика с онкологическими больными, больше 28 лет. Я продолжаю тему онкологические заболевания, как они возникают, что с этим связано и каковы риски. Значит, в первой нашей встрече мы говорили о связи между растительными формами жизни и животными формами жизни. И это действительно имеет самое прямое отношение к причинам возникновения онкологии. Так сложилось, что авторитарность не только в политике, но и в науке сегодня еще жива. Поэтому то, что Нобелевский лауреат написал пером, сложно вырубить топором. Ну, перефразируем известный афоризм. Поэтому выводы от Тобарбурга, который хотя не за это получил Нобелевскую премию, но тем не менее авторитет, они интересны и нельзя сказать, что они не верны, но медицинская наука не смогла сделать с этого правильных выводов. Почему? Потому что в то время еще не было достаточного развития науки электрохимии, стереохимии, которого дала понимание, почему в бескислородной среде организм поглощает колоссальное количество глюкозы и при этом дает кислую реакцию. То есть, как говорил Варбург, онкология рождается в кислой среде без кислорода с поглощением глюкозы. Я называю это парадоксом Варбурга. Почему? Потому что с точки зрения классических процессов, которые сегодня известны в биохимии, это некий парадокс. И чего в то время не смог понять Отто Варбург, и чего до сегодняшнего дня не понимают очень многие биохимики? Проблема вокруг понятия кислая. Сегодня уже известно, что кислоты могут иметь разные проявления. То есть, кислота может быть деизомером, кислота может быть элизомером. Эти процессы происходят в организме в том числе. То есть, несмотря на то, что все молекулы живых систем являются элизомерами, тем не менее, они могут иметь разные заряды от минуса к плюсу. Это суточное физиологическое колебание. И я часто читаю статьи в интернете, когда это вызывает страх. Ой, к вечеру у нас уже организм дал плюс. Ой, давайте быстренько будем опускаться до минуса. Или вообще, давайте в организме формировать только минус, и мы будем здоровы, здоровы, здоровы. Минус – это значит щелочи. Поэтому тема защелача организма сегодня стала такой модной. Но никто не подумал о том, что существует физиологически естественный маятник, который шатается от плюса к минусу. И если мы говорим о балансе между анаболическими и катаболическими процессами, то в организме не может быть иначе. Потому что не может быть никакого катаболического процесса, если в организме будет щелочность повышена. Поэтому вот это вот колебание, оно не совсем правильно осмыслено, и в итоге получило не совсем правильные рекомендации в устах терапевтов, ну, онкологов, тех, кто пытается что-то говорить об онкологическом процессе. Вторая проблема, она пришла не со стороны биологии, биохимии, медицины, она пришла со стороны более точных наук, в частности, со стороны химии, которая еще до сегодняшнего дня не до конца понимает, что каталит может быть кислым, а аналит может быть щелочным. Организм эти фокусы делает. Но классические учебники по электрохимии говорят о том, что это невозможно. В природе, оказывается, это возможно в том числе. Поэтому совершенно прав был Отоварбург, то есть он был прав в чем? Он совершенно правильно заметил, что при онкологических заболеваниях среда кислая и бескислородная среда. Теперь давайте посмотрим на подобные аналоги, где это можно встретить. Мы знаем, что растительный мир не любит кислорода, он его отдает нам. И в этом плане он первичен. Почему? Потому что если на Земле исчезнут люди, вообще живые существа, то с растительным миром, с растительной цивилизацией ничего не случится. Если же на Земле исчезнет растительный мир, то живые существа просто не выживут, им не хватит кислорода. Поэтому в этом плане они первичны, и они являются так называемыми начальными процессами, которые потом создали условия для появления таких, как мы. Но это не значит, что они лучше, крепче, сильнее. Да, есть какой-то потенциал, я уже говорил о сроках времени жизни. Но тем не менее, это противоположные биологические системы, которые ищут между собой равновесие. Так вот, если посмотреть на растительный мир, то там кислая среда встречается довольно часто. Ведь все растения, которые пытаются, ну большинство растений, которые пытаются защитить свои плоды, они обволакивают их в так называемые кислые соки, кислые жидкости. Лимоны, апельсины, малина, там ягоды, фрукты и так далее. Очень много, ну скажем так, детей растительного мира окружены кислой средой. Поэтому это нужно воспринимать философски. То есть кислая среда – это достояние только одной формы жизни растительной, или это достояние только одной формы жизни животной, в силу того, что у нас выделяется желудочный шток с довольно низким PH. Так вот, онкологический процесс – это действительно формирование в организме кислой среды, точно такой же, которая формируется в растительной природе. Сок лимона сегодня уже никто не оспаривает. Щелочь с кислой реакцией PH. И вот онкологический процесс – это точно такая же щелочь, образованная фотосинтезом, но с кислой реакцией PH. То есть это очень сложный процесс, который затрагивает механизмы стереохимии. Почему? Потому что растительная клетка – это деизомеры. Но если это деизомеры, то они должны иметь активную кислую среду. Но не весь растительный мир представлен только кислыми средами. Он точно так же представлен и щелочными средами. Поэтому нельзя здесь однозначно сказать, что PH – это особенность растительного мира, или PH – это особенность животного мира. Как в животных организмах можно найти щелочные и кислые среды, так и в растительных механизмах кислой и щелочной среды. Вопрос в другом. Вопрос в том, какова стереохимия. Так вот, если организм строится на принципах, когда молекулы являются L-изомерой, то есть левостороннее вращение с положительным зарядом, подчеркиваю, с плюсовым зарядом, это нормальная живая форма жизни. И если у нас в организме будут строиться L-изомеры с отрицательным зарядом, мы будем идти по тропинке к фотосинтезу и к онкологическим заболеваниям. Это принципиально важные моменты, которые нужно понимать для того, чтобы, во-первых, анализировать, какие вещества нужны, и для того, чтобы понимать, как это может развиваться. Но в силу вот этого недопонимания, скажем так, недотрактовки наблюдения от Аварбурга, сложилась ситуация, что цивилизация приняла с подачи терапевтов посылку. Ребята, надо защелачиваться. По какой причине? Кишечник у нас щелочной. Многие жидкости у нас в организме щелочные. Мы говорим о том, что, ну, Аварбур говорит о том, что онкология рождается в кислой среде. Значит, надо бояться кислой среды, потому что у нас кишечник щелочной, потому что у нас система щелочная, значит, надо защелачиваться. Это крайность, точно такая же крайность, которую люди допускают в любых вопросах. Им всегда хочется выбрать лучшего футболиста, лучшего актера, лучшего певца, самого лучшего, самого быстрого, идеального. Точно так, как идеальный медикамент. И вот это колоссальная ошибка. Почему? Потому что мир интегрален, и он складывается из многих составляющих. И если вернуться к онкологии, то здесь хотелось бы сказать следующее. Онкология, в первую очередь, это не только процесс, обозначенный механизмами биохимии. Биохимия – это всего лишь навсего производная астрофизических процессов, которые проявляются в биологическом мире. Поэтому, говоря о таких сложных нарушениях, как онкологический процесс, мы не сможем справиться с пониманием и природы, и механизмов воздействия без химии, физики, математики, биотопологии. То есть это смежная наука, которую биохимия никуда не включала в круг, скажем, своих серьезных аналитических механизмов. Поэтому рассматривание онкологических процессов под микроскопом далеко не достаточно для того, чтобы понимать все механизмы, которые лежат и в области физики. И вот, если, допустим, обратить внимание на знания, которые позиционируют в интернете, вы можете это послушать, профессор Седько, то становится понятно, что организм – это более сложная система, это сложный электромагнитный каркас, на который не только работает мясо, которое мы съели, или, извините меня, лобода, которую мы добавили к себе в салат. Это более сложный механизм, который лежит и в области психологии, и в области внешнего пространства. То есть, это система взаимосвязи, которая включает в себя физические, химические, астрофизические процессы, математические балансы и дальше уже биохимические площадки, которые являются завершающей фазой вот этих начальных стартовых механизмов, которые привели к такому явлению, как наша жизнь. Поэтому, скажем, попробую настоять на точке зрения тех людей, которые исповедуют взгляды Бориса Васильевича Болотова, которые являются его последователями, продолжателями, учениками, соратниками, о том, что все-таки онкология – это процесс формирования клеток растительного происхождения. И я уже говорил в предыдущей лекции о том, что есть технология, которая идеально это видит. Как в этой ситуации работает организм? Когда в организм заходит фотосинтез? А фотосинтез – это когда организм уже не в состоянии переворачивать стереохимические вещества. То есть, когда мы употребляем продукты питания растительного происхождения, то это фактически деизомеры правостороннего спина. Организм должен с них сделать элизомеры левосторонние. Но с кислой реакцией ПАШ, я подчеркиваю, католит может быть кислым. И вот когда организм с этим не справляется, в организме начинаются сдвиговые процессы. Эти сдвиговые процессы в первую очередь влияют на те контрольные механизмы, которые осуществляет мозг по балансу между разными микроэлементами, щелочной группой микроэлементов в нашем организме и так называемой кислой группой микроэлементов в нашем организме. И начинается противостояние, то есть мозг уже этот процесс не может контролировать. И начинается противостояние, когда щелочные микроэлементы являются проводниками фонтосинтеза, проводниками онкологического процесса, и они начинают блокировать, ингибировать кислые микроэлементы. И вот в частности, один из механизмов тест-маркера БГС-15, он построен на том, что идет отслеживание бомбардировки двухвалентного жениза в геме двухвалентным цинком. Хотя без цинка организм жить не может. Но когда в организме начался процесс фотосинтеза, цинк, калий, магний, они являются именно теми микроэлементами, которые разрушают организм. Поэтому все вот эти попытки говорить о том, что давайте употреблять хлорофилл, он является эффективным веществом, он поможет избавиться от онкологии, это полная чепуха, это подкармливание болезни. И таких примеров очень много, то есть очень много технологий сегодня существует, как в официальной медицине, так в интернет-рекомендациях, так в недопонимании тех, кто занимается альтернативной медициной, о том, что защелачивание организма – это подкармливание болезни. Во-первых, в организме нужно держать балансы. Я уже говорил о том, что анаболический, катаболический процесс – это колебание между минусом и плюсом всегда при эль-изомерии в живой системе. Но если мы начинаем, скажем, если в организме начинается онкологический процесс, то это сдвиговое явление, и он сдвинут в сторону щелочной среды. И, конечно, в этом случае организм надо подкислять для того, чтобы выровнять балансы. Есть специальные методики, механизмы, техники, которые позволяют избежать кислых прессов. Это уже лечение, мы об этом будем говорить потом. Но первое понимание, которое должно быть, это то, что раковая клетка – это клетка растительной природы, раковая клетка – это щелочной деэзомер, так называемый парадокс от Таварбурга. И это болезнь, которую ни в коем случае нельзя лечить щелочами. Нужно поддерживать функции щелочных секретов, щелочного пищеварения. Их ни в коем случае нельзя уничтожать, потому что это и липолиз, это и скелет, это очень много. Но нельзя ни в коем случае делать крен в эту сторону, потому что процесс будет развиваться. Значит, я об этом пишу на своем статье в ряде статей. Там есть статья «Защелачивание пользы или вред?». Советую многим почитать. И следующую тему мы, наверное, уже начнем с медицины. Что медицина понимает не так, что она делает не так. И в следующий раз мы об этом поговорим более плотно. Поможет ли нам медицина в той проблеме, которая сегодня называется онкологические заболевания. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. До следующих встреч. Продолжение следует...